Добрый день, дорогие друзья! Конечно же, непонятно, что может интересного получиться из простого, на взгляд, бревна. Но, тем не менее, совсем через несколько дней в руках опытных мастеров это бревно будет приобретать, наверное, очертания женственности. И совсем скоро мы узнаем, насколько разноплановы и достаточно интересны представления участников о Золотой Богине. А, как известно, по легенде, Золотая Богиня ранее находилась в Уватском районе. Возможно, и сейчас она находится именно здесь. Золотая Баба За ней гонялись, ее крали, прятали в лесах и болотах, увозили в годы гонений на языческих идолов. Первое упоминание о Золотой Бабе содержится в скандинавских сагах. В 1023 году викинги совершили поход в Биармию. На реке Двине им удалось узнать местонахождение святилища Юмалы и тайно проникнуть в него. Там викинги увидели большую деревянную статую с чашей на коленях и ожерельем на шее. На голове идола была золотая корона, украшенная 12 разными изображениями. Подлинный облик идола неизвестен, и размеры у него по разным свидетельствам колеблются. От среднестатистической женщины в натуральную величину до нааршин выше самого здорового мужика. Описания Золотой Бабы противоречивы. Герберштейн говорит о статуе в виде старухи, в утробе которой находится сын, и виден еще один ребенок – внук. Гванини описывает истукана в виде старой женщины с одним ребенком на руках, а другим – рядом. Золотая Баба вызывает большой интерес у современных исследователей, в частности у уфологов. Они говорят, что это божество нисколько не похожее на другие святыни народов Хамты и Манси, а как будто свалилось с неба. Именно эту версию происхождения золотого идола выдвинул Станислав Ермаков. Он считает, что Золотая Баба – это робот-инопланетянин, по какой-то причине оставленный на Земле. В течение некоторого времени Золотая Баба могла передвигаться. Потом Баба-робот начал постепенно выходить из строя и окончательно превратился в золотую статую. Согласно кунгурской летописи, знаменитый хантыйский идол находился четыре века назад в Демьянском городке, территории Уватского района, и таинственно исчез оттуда после взятия городка ермаковскими казаками под предводительством атамана Брязги. Где сейчас находится Золотая Баба, загадка, над которой ломали и продолжают ломать головы. В качестве последнего пристанища Бабы называют три отдаленных уголка России – внизу в реке Аби, вверху в Иртыша и непроходимые ущелья гор Путаран на полуострове Таймыр. Охота за Золотой Бабой продолжается и по сей день. На самом деле легенды о Золотой Бабе достаточно интересны. И находясь здесь, на биатлоном центре, среди мастеров, среди фигур, на самом деле ощущаешь себя частью этой легенды. Но что об этом говорить лучше вам, дорогие друзья, приехать сюда и лично на собственном опыте в этом убедиться. Ну а мы возвращаемся к нашим участникам и к загадочной легенде о Золотой Бабе. Галина Поликарпова представляет свой образ этого таинственного идола. Здравствуйте! Здравствуйте! Галина, вообще расскажите, как ваше настроение и ощущение от того, что вы на Уватской земле? Кстати, вы впервые здесь, да? Нет, я здесь уже второй раз. Я была участницей первого фестиваля. Да. Ну, я могу сказать, что я очень полюбила это место. Мне нравится Уват. Спасибо большое! Нам тоже нравится! Вот скажите, пасмурная погода, дождь вообще влияют на работоспособность, на творческий полет? Да, в общем-то, не сильно влияют. Ну, я бы не сказала, что это плохая погода. Нормально. То есть, вполне всё хорошо? Ну да, дождь же проливной не идёт. Так, накрапывая, да? Скажите, пожалуйста, вообще, с какого момента в своей жизни вы начали заниматься парковой скульптурой и с чего всё началось? Ну, конкретно парковой скульптурой я занимаюсь уже два года. Это третий или четвёртый фестиваль в моей жизни. Именно парковой деревянной скульптуры. А вообще, я закончила кафедру монументальной скульптуры в Строгановке, в Москве. Скульптурой я давно уже занимаюсь, больше 12 лет. Всё ясно. Вот скажите, многие рисуют эскизы. А вообще, возможно сделать скульптуру без эскиза? Ну, это надо очень хорошо чувствовать материал, чувствовать пространство, объём, сам материал, с которым работаешь. То есть, вообще? Возможно. То есть, возможно. А вы как работаете? Ну, я, как правило, делаю эскиз. Ну, меня так научили. Ясно. То есть, любая работа всё-таки начинается с эскиза? Любая правильная, да, работа? Любая работа начинается с идеи. Идея рождается в голове в зависимости от тех обстоятельств, которые окружают вокруг. Но в данном случае это был конкурс, была задана тема, была возможность, что называется, поковыряться, подумать, попробовать разные варианты. Вот и всё. Ну, дело в том, что, ну, наверное, такие мастера, которые уже очень давно работают, они, наверное, могут не глядя увидеть бревно и сразу взяться за пилу. Мне надо как следует подумать. Действительно, на самом деле, всё-таки эскиз нарисовать и проще всё-таки потом изобразить это уже в реальности. А потом ещё эскиз необходим для того, чтобы было понятно окружающим, чтобы все остальные увидели, что в твоей голове. Я работаю с детьми часто и тоже их заставляю делать эскизы именно исходя из этого, потому что ребёнок думает так, но тебе же, ну, поскольку ты педагог, ты должен помогать ребёнку. Тебе нужно видеть, что у него в голове, как он себе представляет это. Всё понятно. На самом деле, как вы сказали, любая работа начинается с эскиза. Наши мастера тоже предоставили свои эскизы. Кто как представляет золотую богиню. Предлагаю и вам, дорогие друзья, в этом посмотреть. Первый день фестиваля сразу после торжественного открытия на территории биатлонного центра дружно заработали бензопилы, топоры и стамески. Участники трудились до позднего вечера. А с самого утра второго дня работа вновь продолжилась. Именно сейчас, когда брёвна в умелых руках мастеров едва-едва начали принимать очертания будущих шедевров. Особенно интересно узнать, что же именно планируют сотворить художники. Описание золотой богини очень противоречиво, ведь никто точно не знает, как она выглядела. У каждого участника своё видение этого образа. Валерий Коновалов из «Орбита» посвятит ближайшую неделю изготовлению ярмарочной золотой бабы, символизирующей изобилие и плодородие. Моя модель, моё видение золотой бабы – это ярмарочная золотая баба, без которой, допустим, не проходила ни одна ярмарка. Она там могла и каким-то красным словцом кого-то поддержать, и удивить там, и повеселить. Виктор Шевчук из Тюмени соединит в скульптуре несколько символов. Основа фигуры пирамида – олицетворение равновесия и власти. На каждой грани будет изображено женское лицо, символизирующее определённую сторону света и женское начало человечества в целом. «Пирамида – сильная вещь, грани её, стороны света. Ещё так долго, много изучалось, сколько, но до конца ничего не изучено». Анатолий Степанов из Ижевска вложил в основу своего творения легенду об Орифее или о том, как появились уральские горы. Когда-то давно на земле у Дмуртов жили великаны. Им пришлось уйти из тех мест. Устроившись на ночлег и уснув, они уже больше не проснулись. Тела их со временем стали горами, а органы – полезными ископаемыми, в частности, золотом. Отсюда и пришло предание золотой бабе. «Композиция будет состоять из двух частей, из трёх точнее. Это две фигуры такие, очень абстрактные, очень обобщённые, как они будут видеть скамеек, как горы, что ли, в то же время. Мужская, женская. И в середине такой, как столик, это как озеро, вот это горное». Крылатый стражник, материнство, Козымское солнце, Сибирская матрёшка, Дана река, Мать солнца. Такие интригующие названия дали участники своим будущим творениям. Ровно неделя даётся художникам по дереву, чтобы воплотить свои задумки в жизнь. И они не сомненно справятся. Действительно, представления мастеров о золотой богине самые разнообразные. Галина, скажите, с чем связан выбор вашей сибирской матрёшки? Почему именно эта идея? Ну, золотая богиня связана с тайной продолжением рода, по-моему. Матрёшка – это такой русский символ чередования поколений. И если раньше для древнего человека это была загадкой, как рождается человек, то сегодня, ну, по крайней мере, это такой чисто русский образ именно, поэтому он называется матрёшка русский, как бы как знак, что ли, символ чередования поколений. Вот, в общем-то. А потом я ещё имела в виду, почему сибирская. Ну, вот здесь на перенечке у неё из хантыйского орнамента шишка кедровая. И там внутри у неё тоже находится семя. Да, тоже знак. И матрёшка моя, она как шишка раскрывается, отдавая своё семя, свои плоды, и как бы продолжая род шишки, род человека, человечества в целом. Вот, всё, по-моему. Понятно, Галина. Но мы смотрим, что вы только... Да, конечно. Матрёшка... Дело в том, что я родом из Семёнова. А Семёновская матрёшка, она известна на весь мир. Вообще в России три матрёшки, да, Закурская, Семёновская и Полхов-Майданская. Такие ремесленные именно, известные центры ремесленные. Вот, и я подумала, что, в общем-то, это логично, если я родом из Семёнова могу представить чисто свой родной образ. Потому что, в общем-то, они схожи. Да, Золотая Баба, Золотая Богиня. И вот, как бы, моя Родина. Всё понятно. Галина, желаю вам удачи. Обязательно, чтобы всё получилось, как вы задумали, творческого полёта. Ну и чтобы никакая погода не испортила вам настроение. Спасибо вам за общение. Увидимся завтра и, ну, и на следующей, на всей нашей творческой неделе. До встречи. Ну что ж, дорогие друзья, а мы переходим к обещанной викторине. Дорогие друзья, итак, вот она самая обещанная викторина. Напоминаем вам условия участия. Вам всего лишь нужно ответить на наш вопрос, позвонить на студийный номер телефона, сказать правильный ответ и получить, самое приятное, кстати, это заметьте, получить подарки от спонсоров и организаторов фестиваля. Так, дорогие друзья, приготовьте ваши телефоны, начинаем звонить и говорить. А вопрос следующий. Сегодня вы очень много слушали о Золотой Богине. Назовите любые два или три, или кому угодно, хоть сколько имён, различных имён Золотой Богине. У вас на это всего лишь две минуты, пока длится рекламный влог. Итак, ждём ваших звонков. Мегаполис «Строй». Мегавыбор строительных и отделочных материалов, электроинструменты, обои, двери, пластиковые панели, лакокрасочная продукция, кровельные материалы, сухие строительные смеси и многое другое. Покупателям предоставляются кредиты. Ждём вас с 9 до 20.00, без перерыва и выходных. Мегаполис «Строй». Всё для стройки и ремонта. Торговый центр «Восточный». «Восточный». Мегаполис «Строй» Здравствуйте, здравствуйте. Алло, к нам дозвонилась Елена Изувата. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, очень рада слышать вас в прямом эфире. Спасибо, что участвуете и принимаете участие в этом фестивале. Скажите вообще, откуда узнали о фестивале и о проведении нашей викторины? А в таком международном фестивале деревянно-пасковой культуры мы узнали из этого паскового района. Очень приятно слышать, что вы следите за ходом событий. Говорите, пожалуйста, ваш ответ. Назовите любое имя, а может, два или больше золотой богини. Золотой богини называют Сорни Найс по-хантильски, Сорни Эсла по-мантильски и Галтай. Совершенно верно. Но дело в том, что вы находитесь близко к компьютеру, идут небольшие помехи, и мы немного плохо вас слышим. Тем не менее, вы совершенно правильно назвали имена золотой богини. И я прошу не ложить трубочку, сейчас вам скажут, где вы сможете забрать свои подарки. Но ждем мы вас завтра и течение всей творческой недели, также в прямом эфире в 4 часа вместе с нами. Спасибо вам за участие. До встречи. Пока-пока. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаем вам, что завтра ровно в 4 дня мы будем вместе с вами общаться с участниками фестиваля, смотреть за их работами, за творческим процессом, ну и вообще наблюдать за ходом проведения фестиваля. Желаем вам всем удачи и до встречи завтра. Далее вас ждет прогноз погоды. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!